Уголовное дело мы по Редвану Сулейманову, так называемому диверсанту, следствие окончено, мы ознакомились со всеми материалами дела и сейчас суд опять продлил срок содержания под стражей для того, чтобы прокуратура, как объяснил этот следователь, прокуратура успела изучить эти материалы, то есть обвинительное заключение приготовить и направить в суд. Это конечно же не является основанием для продления ареста, однозначно есть множество разъяснений по поводу вообще на каком основании продлевается. Также я уже который раз по Редвану Сулейманову заявил о том, что данное продление не подсудно Киевскому районному суду и это ходатайство должно поступать в Верховный суд. Я считаю, что это решение конечно же не обосновано, Редван Сулейманов мог бы находиться там хотя бы под домашним арестом. И очень важная ситуация складывается вокруг вообще как следствие преподносит в своем ходатайстве. Следствие преподносит так, что именно Редван Сулейманов позвонил якобы на оперативникам, то есть в дежурную часть и сообщил о готовящейся терактах. Однако по материалам дела Редван Сулейманов никому не звонил через его, то есть он как бы по версии следствия устроил конференц-связь между лицом, которое позвонило и значит дежурной частью. То есть даже само обвинение оно преподносится в каком-то другом свете и судья это зачитывает, об этом мы тоже будем говорить. Спасибо. Спасибо.